Крыши текут, дома разваливаются, дворы утопают в мусоре, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. В частном секторе и то получше будет. Барнаульцы возмущены разбитым тротуаром в центре города. Из-за того, что грязь или лужи, вот сейчас тротуар старый, грязь получается, лужи приходится обходить. А если ребенок на самокате катается, у него все это дребезжит. Ну вот привыкли, ходим. Сгнившая листва превратилась в удобрение. Управляющая компания уже полтора месяца не вывозит мусорные мешки с ветками и листьями. Там мешки стоят. Вот мешки стоят. Не убирают. Уже в отходы начали бросать. Всякий мусор. Ежедневно по улице Деповская ходит огромное количество людей. Горжане идут в БТИ, в Горэлектротранс, в больницу. И все они ходят, точнее вынуждены ходить по тротуарам, которые не ремонтировали 40 лет. Конечно, надо ремонтировать. Что сделали на Мезногорском тракте. Тротуары хорошие очень сделали. Очень-очень там и разметки хорошие все сделали. А здесь, конечно, не обслуживается и все. И, конечно, здесь безобразие. Внимательно смотрят под ноги, осторожно идут. Пенсионеры, молодежь, мамочки с колясками и детьми возмущены тротуарами на улице Деповская. По словам местных жителей, пешеходные тропинки не ремонтировали на одной из центральных улиц города порядка 40 лет. Сегодня срок годности асфальтового покрытия явно подошел к концу. Пешеходная зона в ямах и выбоинах. Из-за того, что грязь или лужи, вот сейчас здесь тротуар старый, грязь получается, лужи приходится обходить. А если ребенок на самокате катается, у него все это дребезжит. Ну вот привыкли, ходим. Как здесь приходится ходить? Осторожничать или нет? Ну не до такой степени, что мы же не бабушки старенькие. Я думаю, бабушкам надо осторожничать. Они, скорее всего, я думаю, в основном ходят. Здесь же много пожилых живет по дворам. Потому что во дворе ровный асфальт. В основном у нас два двора, все заасфальтировано. А вот здесь вдоль улицы, ну, конечно, уже подразбитые. Лужи в ямах, грязь. По сравнению, допустим, с другими местами, где все облагорожено, конечно, явно свидетельствует, что они требуют и ремонта, и то, чтобы их облагородить, бордюры сделать, водостоки и так далее. Тротуары расположены на территории железнодорожного района. Туда и нужно в первую очередь направлять жалобы. Вторая инстанция – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и озеленению. Попросить прокомментировать ситуацию и сообщить о тех мерах, которые планируется реализовать для того, чтобы их содержать в должном виде. И по какой причине это на сегодняшний день не сделано. И мы понимаем, что данная тротуарная часть, она не относится к внутридворовой какой-то сети, которую можно было бы перевести на ответственность управляющих организаций, как часть домового имущества, многоквартирных домов. Это все-таки вот та общественная территория, которая должна содержаться надлежащим образом. В социальных сетях сейчас активно обсуждают убитые тротуары в районе Дыповской. Горожане пишут, что уже направляли жалобу в прошлом году. Тогда официальные лица ответили, что ремонт не предусмотрен. Как отреагируют на обращение в этом году, остается только гадать. Известно, что железнодорожный район города готовит официальный ответ. А пока он в разработке, горожане продолжают в центре города преодолевать полосу препятствий. Субботники в Барнауле прошли полтора месяца назад. Вот только мусор, расфасованный в мешки, так и остался лежать во дворе. Управляющая компания его не вывозит. Видимо, думает, что жителям на проспекте Ленина приятно гулять вдоль мусорного изобилия. Там мешки стоят. Вот мешки стоят. Не убирают. Уже к отходу начали бросать всякий мусор. Черное ожерелье из мусорных мешков украшает периметр дома по проспекту Ленина, 53. Десятки пакетов остались после субботника, который прошел еще в апреле, полтора месяца назад. Ну вот по всей территории можно пройти посмотреть. Лежат мешки, которые уже водой, травой заросли. Ну вот, копавшие листва, деревья. Мешки развязываются. Ветер раскидывает листья по всей территории. Жители вновь собирают в мешки. Вывезти мусорное богатство должна была управляющая компания «Центральная». Но она лишь кормит завтраками, возмущаются люди. Я лично звонил два раза и фотографии отправлял. Объясняют, что нет машины, может быть, нет средств. Хотя наш дом платит регулярно, задолженности нет. Вообще, к управляющей компании у жителей множество претензий. Мало того, что мусор не вывозят после субботников, так еще и зимой не нанимают дворника для расчистки придомовой территории от снега. Сами мы купили лопаты, сами чистим, ворота чистим, возле подъездов чистим. Но надо вывозить, так же они не вывозят. Вот если раз в год получится вывезти, то это хорошо. Мы связали, сука, «Центральная» по телефону. Там подтвердили, что мусоровывозящие машины действительно загружены. В ближайшую неделю вывезем оттуда. Там они в мешках, не носится никуда ничего. То есть вопрос не в средствах, да? То есть деньги на вывоз? Нет, не в средствах, конечно, а именно в загруженности подрядчика по вывозу мусора. Потому что они там еще, кстати, добавили мешков, потому что дворники там активно работают. Планируем в ближайшее время вывезти. Жителям остается только надеяться, что мусор в ближайшее время вывезут. Если нет, то людям и дальше придется любоваться сгнившими листьями, от которых уже веет неприятным амбре. Три с минусом, если по пятибалльной системе. Но если брать рейтинг управляющей компанией более глобально, то пользователи интернета дают свою оценку. Не минус три, а один на четыре. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok